Вы готовы отказаться от пластика, чтобы спасти экологию? В России Министерство природных ресурсов и экологии предлагает ежедневно сокращать потребление пластика на 10-20% поэтапно сократить производство одноразовых пластиковых пакетов. От них уже отказались Франция, Италия, Канада, некоторые штаты США. Даже Узбекистан запрещает полиэтиленовые пакетики. Стоит ли нам ускориться с запретами пакетов-майчик и чего это стоит, обсудим через пару минут. Роспотребнадзор разрабатывает законопроект о постепенном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов вплоть до полного их запрета в перспективе. Инициатива предусматривает внесение поправок в закон об отходах производства. Однако о каких этапах отказа от одноразового пластика идет речь, и когда пакеты исчезнут из магазинов, не уточняется. Пока потребители активно используют пластиковые пакеты. Да и производители не отстают. Только в области не менее десятка предприятий, которые клепают упаковочную тару. С фабрики в магазин, из магазина домой к потребителю, а потом в мусорное ведро. И так каждый день. От использования пластиковых пакетов сегодня отказались многие компании и сети магазинов. В ЦИОМ выяснил, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от одноразовой упаковки. И, возможно, самое время. Все больше потребителей в последнее время входят в магазин с тканевыми сумками. А многие сети позволяют покупать развесной товар в свою тару. Гринпис сообщил, что большинство мусора на пляжах Байкала – одноразовый пластик. Пластиковый пакет обнаружили даже на дне Марианской впадины. Он будет разлагаться на свалке не менее 400 лет. Экологи говорят, что если прямо сейчас, срочно, во всем мире не отказаться от использования пакетов, через полтысячи лет пластик полностью поглотит планету. В студии «Один» я приветствую Алию Кишишьян, маркетолог и Егор Леонтьев, эколог, руководитель природоохранных проектов «Зеленый фронт». Я думаю, не раз уже мы с вами в эфире встречались. В начале программы хотим спросить зрителей, готовы ли они отказаться от пластиковых пакетов. Вы можете голосовать у нас на сайте, ну а мы начнем, собственно, нашу дискуссию. Хорошо? Кроме того, что мы показали в сюжете, ну, наверное, стоит напомнить вот еще какую-то любопытную статистику. 32 страны мира уже отказались от полиэтиленовых пакетов. Верно все, да? Ну, в той или иной форме. То есть мы понимаем, что... Кто-то в процессе. Да, некоторые в процессе, европейские страны. 2021-й Евросоюз планирует запретить даже ватные палочки. Все так? Да, действительно. То есть они идут к тому, чтобы мы избавлялись от синтетических материалов и переходили к более экологическим. Ну и опять же, наверное, стоит напомнить, так, чтобы все были сейчас в курсе, да, почему мы столько внимания уделяем полиэтиленовым пакетикам. Гринпис утверждает, что каждую минуту производится просто миллионы единиц пакетиков. В минуту миллионы, при том, что, ну, пластик, как мы знаем, разлагается тысячелетиями. И в пищевой цепочке микрочастицы пластика тоже уже давно находятся. Про китов все, я думаю, слышали. Чем еще, да, опасен пластик? Напомните нам, пожалуйста, как эколог, чтобы, ну вот, мы до конца понимали картину. У пластика три основных опасности. Первая, которую я бы хотел выделить, это загрязнение почвы, потому что действительно, почему говорим, разлагается, да, потому что пластик разлагается некоторые от 100 до 400 лет, некоторые даже дольше. То есть наше поколение сейчас его размещает, допустим, на свалках, или он попадает в водные объекты, и уже следующее поколение на себе это почувствует, если мы не будем с этим как-то бороться. То есть первое, загрязнение почвы, второе, это загрязнение водных объектов. Проблема касается не только людей, но и животных. Миллион птиц ежегодно погибает на воде, сотни тысяч водных млекопитающих, нечислимое количество рыб. И третья опасность, это загрязнение атмосферного воздуха, потому что пластик на свалках, к сожалению, и в быту часто горит. Еще говорят экологи и ученые, на самом деле, о том, что микропластик даже не сам по себе опасен, именно его микрочастицы, которые сейчас активно в океанах исследуют, в Арктике и прочих, а тем, что он на себе может нести всевозможные еще дополнительные бактерии и так далее, и так далее. И то, что мы с вами едим эти частицы, скорее всего, уже тоже просто данность, которую надо принять. В связи с этим возникает... В секунду есть парадокс, потому что изначально пластик введен вовсе не для удобства, а для гигиены, чтобы эпидемии останавливаться, то есть не распространяться инфекцией. Я думаю, что когда его вводили вообще в наш мир, то не планировали, наверное, такое количество производства и такие последствия. Расскажите нам, как маркетолог, что сейчас происходит? Вы работаете в компании, которая как раз занимается производством всевозможной продукции на пакетиках разных, да? Не совсем. Мы не занимаемся производством пакетиков, в принципе. Мы как раз занимаемся производством замены пакетикам. То есть мы, это компания проект 111, мы занимаемся промо-продукцией. То есть мы снабжаем компанией брендированными различными вещами, в том числе это шопперы, в том числе это различные замены, экологичные каким-то одноразовым вещам. И сейчас, в принципе, в маркетинге в стране наблюдается очень сильная тенденция, что всем брендам это интересно. Естественно. Бренды стремятся, во-первых, сделать свои компании более экологичными внутри, и, во-вторых, они пытаются вынестить наружу для того, чтобы нестить своей аудитории. То есть вопрос, кто должен воспитывать экосознание у граждан? Естественно, бренды участвуют в этом процессе. Алия, вот подскажите, пожалуйста, такие вещи. Что я имела в виду? Вроде бы мы наблюдаем то, что у нас и правительство уже готово быть экологичнее и заботиться о том, в каких пакетиках мы несем продукты домой. Вы говорите, что как раз занимаетесь альтернативными формами переноса продуктов и прочих товаров. Мне что интересно, если обратить внимание на Петербург и область, то как много у вас вот этих альтернативных заказов? То есть если эту картину прояснить конкретно? Если брать именно нашу отрасль, то есть мы занимаемся, так скажем, обслуживанием больше рекламных компаний. То есть это небольшие тиражи в пределах тысячи, там, и десяток в тысяч, когда люди закупают какую-то продукцию для акции или для того, чтобы подарить людям. То есть они, допустим, объявляют какую-то экоинициативу, печатают там какие-то слоганы, логотипы страшные или наоборот прекрасные картинки. Но это тогда еще не тенденция какая-то серьезная. Да, но основные закупки именно для ритейла, то есть в больших количествах, когда это миллионные тиражи, они делаются не у нас. Но и там, конечно, у нас больше. Ну как маркетолог, вы знаете, что происходит вот в этом сегменте? Как много у нас вообще есть альтернативных? Есть целые сети ритейловые, как, не знаю, можно тут бренды называть? Ну лучше не бренды, вы скорее масштаб можете... Ритейловые сети, продуктовые сети, которые уже, несмотря на то, что законодательства такого нет, отказываются от пластика у себя в ритейлах. Обычно это средний и премиум класс, то есть выше среднего и премиум. Они заменяют какими-то эко-вариантами. На европейском рынке есть биоразлагаемые пакетики, есть бумажные формы. У нас что сейчас конкретно можно использовать вместо политики? У нас сейчас, во-первых, это холшовые шоперы, во-вторых, это фруктовки так называемые, это микросеточка, эко-мешочки их по-другому называют. То есть они не настолько многоразовые, но зато в них удобно взвешивать продукты. То есть есть одна проблема. С одним мешком вы можете прийти в магазин, вы можете также взять рюкзак, сложить туда продукты и не брать пакет на кассе. Другая проблема, вы заходите, берете, например, овощи, вам нужно их взвешить, вы не можете принести их в корзинки на кассу, вы должны положить их в пакет. И, соответственно, вы можете взять пластиковый пакет, маленький, где фрукты продают, а можете привезти эко-мешочек и на него наклеить штрих-код, и вам в нем пробьют. Как часто сейчас так делают, по вашим наблюдениям, как маркетолога? Не очень часто, камешочки стоят довольно дорого, то есть так, предложение где-то 8 штук стоит 250 рублей. То есть средняя розничная цена, и, конечно, это больше такое увлечение молодежи, такое проактивное. Сейчас, позвольте еще один вопрос, я вам это... Насколько это дорого, вот эта эко-продукция? Ну, вы сами понимаете. Это пригульное дело. Я думаю, что да, с точки зрения тех, кто их шьет, то есть это маленькие мастерские в основном, какие-то ориентированные, 250 рублей 8 мешочков с какой-то там очень тонкой сеточки, то есть себестоимость там меньше 10%, наверное. Но мы же понимаем, что стоимость продукта, она складывается не только из себестоимости товара. Это продажи, это пиар и так далее. Если производство маленькое, им приходится много накручивать, чтобы это хотя бы им там выживать позволяло. Но получается тогда сейчас такая как будто бы ситуация, что с одной стороны есть тренд на такое сознательное потребление и защиту экологии, с другой стороны... Нет массового производства, которое позволило бы сделать эти вещи дешевыми. И, соответственно, с третьей стороны есть те, кто прекрасно сейчас на этом зарабатывает. Да, есть прекрасно зарабатывающие маленькие мастерские, у которых, наверное, больше все-таки социальные инициативы движут, но у них и аудитория узкая. Егор, вы занимаетесь экологией этими вопросами, и тогда у меня, соответственно, возникает вопрос. Если вот такая сейчас картина, то какие известны вам меры, например, в масштабе нашей области, меры именно системного воздействия на ситуацию, если мы хотим быть экологически ответственными, экофрендли, то что нам предлагает государство? Тут, во-первых, несколько направлений. На уровне федеральном сейчас идет мусорная реформа. То есть мы по всей стране переходим к новой системе обращения с отходами. В Санкт-Петербург пока это не так заметно, мы еще не вошли в эту систему, у нас она отложена, так же, как Москва и Севастополь. В регионах мы видим, что реформа уже шагает, и год, два, три, и мы увидим ряд изменений. Это будет вопрос сортировки отходов, это будет вопрос раздельного сбора мусора, и, скорее всего, мы придем и к уменьшению объема пластика в бытовом смысле. Вы думаете, что все-таки мы придем уже к этому? Конечно, мы к этому придем, потому что у нас вся тенденция идет в сторону экологизации. То есть для магазинов сейчас нужно это сделать, тренд. Ну, то есть я считаю, что это изначально... Что нужно, мы понимаем, ну, примерно, да, пока что, сейчас уточним. А вот что известно из существующих механизмов? Я нашла только один пример инициативы Комитета по культуре Ленинградской области о том, чтобы на культурно-массовых мероприятиях не использовались полиэтиленовые пакетики. Они не использовали пластиковые стаканчики, но смысл тот же, да. То есть они отказались от использования пластиковых стаканчиков... Только стаканчиков? Да, на всех мероприятиях массовых, которые проходят в Ленинградской области. Они разослали письма и попросили все подведомственные учреждения, чтобы избавляться, и проверили, что действительно эта история пошла. От пакетов еще не отказались? От пакетов не отказались, потому что их меньше используется, да. А пластиковые стаканчики — это всегда люди что-то наливают, чай, допустим, когда у них там большой сбор. Еще какие-то инициативы известны? В Венградской области. Я могу, кстати, добавить про экологизацию мероприятий. Это очень такой сильный тренд, потому что мы также обслуживаем конференции. Вы знаете, их проходит в России в день, ну, сотни, очень много как бы. И сейчас отказываются от полиграфии в большом количестве, но не в прямом смысле. То есть полиграфия будет жить, все с ней хорошо. Но, допустим, электронные бейджи, потом многоразовая посуда, которая дается вместо одноразовой. То есть различные раздатки и так далее уходят в приложение. Пластиковые пакеты уже ни одной конференции не увидишь, это просто дурной тон. Это будет либо шоппер холщовый, либо это будет картонный пакет. То есть это вот, и там очень много еще технологий таких, связанных с диджитал, с приложениями и так далее, которые тоже позволяют все вот это вот изменить. Ну, получается, то есть мы сами немного опережаем со своим желанием быть, да? Ну, что это опережать, да? Те меры, которые есть на сегодняшний день на уровне области. Мы хотим увидеть, как эта ситуация изменится уже в нашем поколении. Конечно, поэтому приходится для России придумывать какие-то свои способы. Мы смотрим, как это делается на Западе, мы смотрим, как это делается на Востоке. И где-то подглядываем эти методы, используем, пытаемся их как-то внедрить. И понятно, что если в другой стране существует система раздельного сбора отходов, то она будет касаться и избавления от пластикового мусора, и от пластиковых пакетов в частности. Вот смотрите, у нас даже есть сейчас, ну, как-то локализована, да, и даже сортировка мусора, и есть возможность отдельно складировать пластиковые бутылки. За что вы, например, как эколог, здесь у нас, в Петербурге области, больше всего бьетесь? Вот за какие инициативы и меры конкретные? Мы смотрим по практике, что одна из основных проблем – это проблема несанкционированных свалок и вообще огромного количества мусора, поступающих в том числе на законные полигоны. И нужно смотреть, как избавиться от этого объема мусора. То есть это вторичное использование. Если мы берем, например, пластиковые бутылки, то их можно переработать, должна быть переработка. Так же, как и большая часть продукции, которая, потеряв товарный вид, просто закапывается на свалках, там периодически горит, мы этим дышим, это должно быть переработано. Не сжигать, потому что сжигать в российских условиях, к сожалению, не очень-то экологично, и люди против этого выступают, а именно перерабатывать. А, ну, так, собственно, вопрос-то в чем? Как происходит диалог за то, чтобы мы перерабатывали уже не только с пакетами разобраться, а вообще глобально? Вы идете, вы просите обратить внимание. Как это работает? Ваше влияние и настроение? Как такового диалога у нас нет. Мы видим властные инициативы, вот в рамках, например, мусорной реформы людей подводят к тому, чтобы мы раздельно собирали отходы. В некоторых регионах, например, вот в частности Белгородской области, где у нас есть отделение, мы видим, что там, если люди раздельно собирают отходы, они получают скидку на тариф на вывоз отходов. Это действительно хорошая мера. Людей нужно стимулировать к этому в том числе рублем, а не просто их желаниями какими-то... Потому что у кого-то это желание есть, у кого-то... Вы как эколог выходили с этими инициативами на уровень правительства? Мы пишем письма в Госдуму, мы пишем письма, мы пишем письма в законодательное собрание для того, чтобы ту или иную инициативу рассмотрели и депутаты приняли какое-то предложение. Ответы есть на письма? Ответы есть, что вот такая-то сейчас происходит ситуация, делается вот то-то и то-то. Но по факту мы видим, что оно все очень медленно и с очень большим скрипом происходит. Ну то есть сейчас расскажите, вот буквально тезисно, какие ответы вам происходят, что делается, да? Еще, вот кроме, например, этой инициативы, да, Министерства культуры в области? В основном мы бьемся за проблемы мусора, вывоза мусора. То есть нас волнует вот эта проблема. И что вам отвечают? По мусору нам отвечают, что, например, принято вот такие-то меры, там убрана такая-то свалка, или, допустим, принят какой-то законопроект. Вот в Санкт-Петербурге, например, принят законопроект о том, что администрации теперь также могут наказывать нарушителей, кто незаконно сваливает мусор на территории муниципалитета. То есть мы вот в этом плане хотим решить эту проблему. То есть мы пока что вообще разбираемся с мусором и его складированием, да? У нас проблема немножко, да, в другом. То есть нам нужно решить в целом мусорную проблему. А проблема пластиковых пакетов, она действительно серьезная, но она вершина этого айсберга. Мы продолжим дискуссию о том, как нам дальше быть и что делать с пакетами, но после рекламы. Мы понимаем, что у нас и в стране, и вообще в Петербурге пластиковые пакетики – это всего лишь вершина айсберга, да, за которую еще очень много проблем по переработке этих самых отходов. Но мне интересно, не кажется ли вам сейчас, как маркетологу, что вот в нашей ситуации вся эта история с использованием холщовых сумочек, да, и биоразлагаемых материалов, она, в общем-то, маркетинг, да? Люди просто опять зарабатывают на вот этих проблемах. Не совсем так. Допустим, некоторые люди, наоборот, на этом теряют деньги. Допустим, есть такая отличная эко-инициатива «Майкап Плиз». То есть люди приходят в кофейню со своей термокружкой и не покупают стакан, и им кофейня дает скидку от 10 до 50%. Есть этот сайт, можно его найти, и там есть карта кофеин всех городов, и то есть, если посмотреть, в Петербурге таких кофеин больше сотни. То есть можно покупать кофе дешевле. Так, хорошо. Совершенно невыгодно производить эко-кофеин, не зарабатывают. Согласно, еще тогда что? Тем более, более того, эти кружки, как правило, еще и дарят людям. Только для того, чтобы не загрязнять окружающиеся? Для того, ну и для, естественно, вот так как маркетинг. Мы совмещаем социальную ответственность и продвижение бренда. Это всегда так. Это модно сейчас все-таки? Дело не в том, что это модно, а дело в том, что, то есть, если компания хочет какую-то социальную инициативу проявить, она должна окупить этот бюджет. Соответственно, она, соответственно, окупает его через лояльность аудитории. С другой стороны, это же прекрасно, когда вы с аудиторией говорите на одном языке. Если аудитория хочет быть эко-сознательной, и вы хотите быть эко-сознательными, вы просто соединяете эти ценности и вместе делаете что-то для планеты. Я согласен, что здесь очень важно. И это даже хорошо, что маркетинг сейчас ведет в эту сторону, в сторону экологизации. Понятно, что это заработок для определенных компаний, и эта ниша будет расти, и это здорово. Я не думаю, что это нужно как-то обсуждать, что люди, зарабатывающие на этом деньги, это плохо, и это лишает работы другие отрасли. Нет. Мы должны говорить о том, что это хорошо, и это правильный тренд. Это тренд, который помогает и компании раскрутиться. Мы понимаем, что какая-нибудь крупная сеть, которая, сбытовая сеть, розничная сеть, если она каким-то образом к этому тренду может пристраститься, то есть, например, людей пристрастить, чтобы покупали они пакеты из экологических материалов или бумажную тару и так далее, холщовые, тканевые изделия. Если для них это помогает развивать их бизнес, например, делают некие рекламы, маркетинговые какие-то механизмы, чтобы люди приходили к ним, так это же здорово. Люди их любили. Да, чтобы... Я вам дополню еще... Сейчас, по большому счету, это единственный сейчас самый эффективный механизм, так? Ну, популярный, популярный, да. Еще вам приведу пример. Если компания принимает эко-сторону, так сказать, то она внедряет ее не только вовне, она внедряет ее внутри. А вы понимаете, что все люди всей страны где-то работают. И если все компании внутри своей воздействуют на своих же людей внутри компании, и люди начинают поддерживать инициативы, то вот они вот так вот просто изнутри, изнутри корпоративной политики начинают тоже это делать. Какие вам известные примеры? Ну, я вам приведу пример. Как это работает? Допустим, компания, в ней работает 500 человек. В этой компании привозят обеды в пластиковых контейнеров. Соответственно, одна всего лишь компания, небольшая, 500 человек, это небольшой бизнес, в принципе, потребляет в день тысячу пластиковых контейнеров. В месяц 20 тысяч пластиковых контейнеров. Так много у нас компаний, которые теперь просят не привозить в пластиковых контейнерах. Это большая проблема, то есть мы хотели... Много ли тех, кто просит теперь они перевозить? Ну вот вы просто стали говорить о том, что изнутри... Нужно сдавать их на переработку. Если вы не можете от чего-то отказаться, вы должны это перерабатывать. Ну почему же? То есть приезжают организации, забирают на переработку весь этот пластик, он довольно качественный. Ну я имею в виду, что происходит в масштабах у нас, это все равно даже переработка. Это будет в тех масштабах, когда много компаний подключится, и действительно будет много раздельно собранного мусора. Мы опять возвращаемся к этому кольцу. На свалке отделять мусор один от другого очень сложно. Если, допустим, вы даже говорили про биоразлагаемый пластик, если он попадает в партию пластика обыкновенного, то он портит всю партию, и партию пластика обыкновенного невозможно переработать из-за того, что туда попал биоразлагаемый. А если вы сдаете уже контейнеры чистенькие, вот так вот стопочкой, абсолютно одинаковые, их перерабатывать очень легко. Да, да, смотрите, я что имею в виду, что есть какие-то конкретные истории, если я правильно сейчас вас понимаю, когда уже компании сдают стопочкой пластик на переработку, на ту небольшую переработку, которая у нас все-таки существует. При этом, наверное, есть или нет компании, которые вообще отказываются полностью от пластика. Вам известны такие? Да, известны. Известен опыт Greenpeace. По-моему, петербургский, если не ошибаюсь, опыт Greenpeace, они нашли какое-то веганское кафе, которое им привозит еду в многоразовых контейнерах. Например, то есть есть такой вариант, переход с одноразовых контейнеров на многоразовые. Но тут важно иметь брендированные подписанные контейнеры для того, чтобы компания именно вам привозила именно ваши, чтобы у вас не было такого, что вы едите из контейнера неизвестно чего. То есть тут вопрос гигиены тоже как бы стоит остро. И второй вариант, к чему я клонила. То есть если компания начинает, допустим, сдавать эти контейнеры внутри себя, то каждый человек, который работает в компании, начинает приобретать экосознание, начинает повторять это дома, отказываться. Вообще тут принцип вот этого Zero Waste, он же строится на пяти вещах. Это не только переработка. Это получается у нас Refuse, отказ, Reduce, сокращение. Что-то у нас Reuse, повторное использование. Ресайкл — это переработка, и Рот — это компостирование. Ну, до компостирования дайте еще. Я как, знаете, аналитик, я все пытаюсь резюмировать. Вот много ли сейчас таких компаний, я не знаю, их 10, 20, 30? Вот насколько вам известно. Это зависит от сектора, то есть она нелинейная. То есть если мы берем, например, сектор маркетинга, каких-то компаний, связанных с рекламой, с брендами, то есть таких вот как бы более трендах живущих, они почти все. То есть почти к 100% стремится этот показатель. Если мы берем компании более как бы архаичные, демократичные, там, ну, заводы производства, там как бы еще пока, ну, туда медленнее, да, доходят тренды, потому что они более... Ну, какой-нибудь завод, ну, не знаю, машиностроительный, вагоностроительный есть? У них еще нет, это государственные предприятия, с государственными предприятиями вообще все сложнее. Ну, там обычно как бы питание все-таки, наверное, не в пластиковых контейнерах, у них есть там буфеты, столовые. То есть они с такой проблемой не сталкиваются. Ну, вот вывоз картона, пупырчатой пленки и прочей вот этой вот всей расходных вот этих всех вещей на многих предприятиях, на заводах также применяется. То есть все-таки уже есть хотя бы такая история. Скажите, пожалуйста, вот как эколог сейчас вас, Егор, спрошу, если мы действительно сейчас возьмем и откажемся от всех этих полиэтиленовых пакетов, да, сознательно, дружно обществом, либо же завтра будет новое распоряжение правительства, все, больше не используем их. Это насколько нам поможет? Чего это может стоить, как маркетолог, подумайте, пока что, да, и действительно какой-то даст эффект? Это даст эффект снижения негативного воздействия уже в краткосточной перспективе на, скажем, природоохранную ситуацию в регионе. То есть мы увидим, что просто нужно понимать объемы, да, сейчас на свалке поступает из того мусора бытового, который приходит, 9% примерно от 7 до 9, это пластиковые пакеты. И до 40% это вообще пластиковые изделия. То есть мы уменьшаем объем поступления пластика в целом на свалке и загрязнения окружающей среды. Нужно понимать, что пищевые отходы загрязняют окружающую среду минимально, пластик загрязняет окружающую среду максимально. Он не только долго находится в почве, он горит, а свалки подвержены термическому воздействию. Мы этим дышим. А это в том числе выбросы очень опасных вещей, очень опасных. Это не просто какие-то там тяжелые металлы, которые имеют накопительные эффекты, тоже не очень хорошо. Это диоктины, это фураны, то есть это онкологически опасная история вообще. И поэтому люди, которые проживают, а их очень много, это садоводы, дачники, коттеджные поселки, которые живут в многокилометровой зоне от свалок, испытывают в том числе на себе экологический вред. Или могут его испытать потенциально в будущем. Или, например, животные, которые... А это же целая косметика. Ну это мы возвращаемся к вопросу вреда. То есть если вдруг отказываемся резко, с точки зрения экологии, мы прям значительно влияем. Даже вот этими пакетами. Мы значительно влияем, да. Что касается на замену. У нас есть понимание того, что, например, бумажные пакеты, сделанные из дерева, условно говоря, из дерева, конечно. Да, для этого срубили дерево. Но все говорят, вот срубили дерево, это плохо. Но по факту деревья это возобновляемый ресурс. У нас в Ленинградской области отлично высаживаются деревья новые. У нас идет вырубка и идет высадка новых. У нас не происходит. Даже если идет какая-то варварская вырубка, мы все равно возвращаемся к рекультивации, и высаживаются новые деревья. Это возобновляемый ресурс. Больше того, пакеты... Пока вырастет это дерево, у меня картонных бумажных оберток может не хватить. Картонный пакет в рамках Петербурга меня очень смущает, как отец с ним из магазина подошел. Но дело в том, что у нас... Тоже, кстати. В больших городах, ну, в Нью-Йорке это не проблема. Да, да, это вот Калифорния. Красивые снимки, выходит там солнечная погода с картонным пакетом. Это как вариант, да. И нужно понимать, что это же не первично используемая бумага. Это бумага используемая, как правило, вторично и даже третично. То есть мы получаем как раз ту экологическую ситуацию, когда отходы снова поступают в оборот. Это же... Кстати, сколько у нас сегодня перерабатывающих предприятий? В количестве не скажу, потому что это и частных множество предприятий. Ну, вот по пластику. Да и десятки, может быть, даже уже до сотни доходят. Просто их объемы не всегда велики. Кто-то принимает отходы, сразу же везет их как перекупщик в какое-то большее предприятие. Нужно понимать, что если мы берем... То есть нет какой-то четкой системы даже? Да нету, конечно, эта система пока немножко... Ну, то есть это немного нестематично. Макулатура буквально нестематичная. То же самое. Есть множество заводов на территории Санкт-Петербурга, предприятия принимающих... 50 лет перерабатывают, если не больше. Переработкой не множество занимается. Их несколько. Да нет, их много, но объемы невелики. Вот я могу... Да, да, да. Может, а массовая производство... Мы о них редко знаем, пока не приезжаем с проверкой на территорию. И оказывается, там бумажная как раз-таки... Вот они собирают этот мусор, из него бумагу выбирают и отправляют куда-то дальше. Но таких тоже много. В Ленинградской области сейчас строятся... На полигонах, которые сейчас появляются, да, и на существующих строятся заводы по переработке. Да, это вопрос не сегодняшнего дня, это вопрос, может быть, нескольких лет. Но если строится завод по переработке, то бизнес уже будет заинтересован в том, чтобы поступающий туда мусор был наиболее уже отсортирован в хоть какой-то форме. То есть мы понимаем, что это будет будущий заработок для компаний, который имеет под собой экологическое воздействие, положительное, ну, то есть впереди. В Петербурге или на области какие есть подходящие альтернативы, чтобы завтрашнего же дня не использовать самостоятельно уже полиэтиленовые пакеты? Давайте резюмируем. Что у нас есть? Картонный пакет не наше решение. Картонный пакет, я думаю, не самое лучшее решение, если именно на замету пластиковых пакетов. Даже обычный, самый дешевый пакет из полиэстера, хотя это тоже синтетический материал, но он плотный, он не промокает. Но вы им будете пользоваться полгода, например, спасет вас от 100 пакетиков. И мое сознание, да, ответственному потребителю. Да, то есть лучше сделать один пакет из полиэстера, например, это будет самый дешевый вариант. И вообще приходит к многоразовому в целом. Да, многоразовое взамен одноразового. Вот основная тенденция. Для нас. Да, мы не должны думать о том, сделано это из дерева, из полиэстера или сшитое из суперэкологического хлопка. То есть мы должны думать, что удобно, что непромокаемо, что для каких продуктов подходит и так далее. То есть нам, допустим, испорченная партия какого-нибудь товара, который мы превратим в мусор из-за того, что мы хотели сэкономить пакет, и выкинем, да, потому что она промокла. Хорошо. Как запомнили, многоразовое это для нас полиэстер максимум. Ну, допустим, это я провела самый, так скажем, плохой негативный пример из пластика, но он и то лучше, чем иноразовые пакетики. Хорошо. Тканевые пакеты, которые тоже сейчас внедряются. То есть они тоже многоразовые, удобные, гибкие. В общем, пока строятся заводы и какая-то система меняется на уровне государства, мы все-таки должны, по вашему мнению, самостоятельно быть ответственными. А мы и так ответственны. Я могу сказать, что у нас население уже имеет потребность в этом. Я все чаще слышу от людей о том, что они каким-то экологическим инициативам уже подвержены. Кто-то раздельно носит мусор, уже есть места приема. У нас по городу есть карта экологических отходов, раздельно принимаемых. Где-то батарейки принимают опасные отходы или люминесцентные лампы. Где-то пластиковые изделия принимают, где-то бумагу. Их много. Есть карта целая, она легко находится в интернете, и люди могут найти ближайшие для себя удобные пункты, возить туда или с работы туда вывозить. Давайте сейчас посмотрим на простое наше голосование в интернете. Мы как раз задавали вопрос, а как много среди нас тех, кто готов взять и отказаться. И мы с вами видим легко, что вы правы. И действительно большинство, 898 человек, 73%, готовы не использовать полиэтиленовые пакетики. Наверное, это хорошая новость. Я хочу задать аудитории вопрос, очень важный. Мы все поднимаем вопрос пакетиков, это все на поверхности. Трубочек там, пластиковых стаканчиков. А вот смотреть нужно все-таки глубже в собственное потребление. Допустим, такая вещь, как подгузники. Подгузник одноразовый разлагается 450 лет. Там тоже есть. Это просто катастрофа. И там, на самом деле, отказаться от них полностью невозможно. Не нужно предложить подгузникам. Нет, не нужно от них отказываться. Надо по второму пункту reduce, сокращать. То есть нужно только на улице, только в гости. Ну, допустим, использовать не 100 подгузников в месяц, а 10, 20. Мы сейчас можем так пойти, я думаю, дальше. Нужно проанализировать полностью свою жизнь и вот прям в цифрах посчитать, сколько ты выбрасываешь в год. И когда ты увидишь цифру, как я говорю, вот компания из 500 человек увидела, что они в год 200 тысяч пластиковых контейнеров выбрасывают. Это ошеломляет. Ты тут же идешь с такой головой, да я никогда не выброшу, я сдам в переработку, помою, сложу в контейнер. А также каждый человек должен составить эту карту своих отходов и посмотреть, что он может сократить и от чего отказаться. Это простое действие, но мы можем таким образом помочь нашему миру и нашей планете. Спасибо вам огромное за эту дискуссию. Продолжим, я думаю, в другой раз. Еще вернемся к этой теме. В студии один были Алия Кишишьян, маркетолог и Егор Леонтьев, эколог, руководитель природоохранных проектов «Зеленый фронт». Меня зовут Анна Рудикова, я не прощаюсь, увидимся через пару часов. И поговорим о том, как бездомным не замерзнуть зимой. Следующая тема. Субтитры подогнал «Симон»